Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Где-то через час мне нужно ехать к парикмахеру. Я сегодня особо даже как-то не укладывалась, просто помыла и высушила волосы. Планирую сделать немного светлых бликов для того, чтобы выглядеть свежее. И также как минимум освежу кончики, потому что они сухие, волосы путаются и может даже сделаю стрижку. Посмотрим. Я до конца еще не определилась. И я подумала, что я не буду зря терять время, я проведу его с пользой для своего канала и поснимаю для вас какие-то новинки, которые я заказывала на осень и зиму. И начнем мы со спортивного костюма, в котором я только что выгуливала свою юкасю. Я заказывала его на Алиэкспресс. Я оставлю вам ссылку внизу. Очень классная за такую цену. Плотный материал, баечка, то есть он действительно теплый, красивый серый цвет, но это такой как меланж. Видите, он не совсем однородный. Мне это даже больше нравится. И посмотрите, какая здесь горловина. То есть можно вот так выложить, а можно поднять и получится стойка. И когда вот так запакуешься, то тебе еще больше тепло. И это универсальный размер. Он был еще в черном цвете, но я решила взять в своем любимом сером. Он, конечно, объемный. Я думаю, что от XS до M вообще спокойно. Но на рост до 1,67 м. Видите, брюки на высокой посадке. Здесь резинка, все хорошо тянется, и штанины тоже не маленькие. Мне такое нравится, когда объемно. Мне кажется, что так даже теплее. Мои позитивные носочки, как есть, зимние, в смысле принт такой, внизу резинка. И они, ну, на меня как раз даже можно было бы меньше взять, но меньше не было. Универсальный, значит, универсальный. Мне кажется, что мне он хорошо подходит. Я и дома его ношу, и куда-то на улицу могу выйти. И брюки здесь такими стрелками. Они прошиты. Если вы со мной давно, то наверняка помните мой костюм из Massimo Dutti такого же цвета. Но я его отдала весной подружкам. Моя мама покупала такой же. Но я решила заказать себе похожий по цвету, но не по фасону. Смотрите, он с вот такой стойкой. Она из плотного трикотажа, то есть не падает. Кофта свободная. Мне чуть-чуть длинноватый рукав, но для меня окей. Я очень часто и так их подворачиваю. Кофта асимметричная. Спереди вот так, видите, наискосок. И сзади немного удлиненная. Брюки на высокой посадке можно еще повыше подтянуть. И они сидят не в облипку. Это приятный мягкий трикотаж. Здесь нет шерсти, но для меня это нормально. Потому что очень часто то куда-то едешь в торговый центр, то просто в машине мне не холодно. Или же можно надеть шерстяные колготки или термобелье. На мой рост этот универсальный костюм с каблуком выглядит лучше. Но если я достану сапоги, которые у меня есть на такой толстой подошве из Страдивариуса, светленькие, то тоже будет отлично. Сапоги я обновила. У меня были светлые из Зары, но я их сносила за, наверное, года 4 или 3. Только они были из кожи и с более круглым носом. Эти сапоги из Страдивариуса. У него не до колена, а чуть ниже. Имейте в виду, что эти сапоги не кожаные. Также здесь узкое голенище. У меня часто такая проблема, что все широковато, а здесь наоборот я довольна. Каблук устойчивый. Я взяла себе 37 размер, заказывала на Заландо, но на официальной странице Страдивариуса в их интернет-магазине они тоже есть. И, по-моему, еще и разных расцветок. Ну, могу сказать, что здесь пониже каблук, чем в Заровских, и мне реально удобнее. Вот так они выглядят, чуть удлиненный носок. И они, наверное, будут чуть ярче. Такие не совсем белые, это молочный цвет. Мне кажется, камера их передает белее, чем они есть на самом деле. Подошва здесь вот такая коричневая. Классные сапожки. Я не целый день хожу в таких сапогах, и не настолько часто, поэтому могу себе позволить такую обувь не из кожи. Я часто ношу эко-кожу, и мне ничего не парит. Все ок. Сбоку есть замочек, их будет удобно обувать. Ну, вот я вставила ногу, даже не расстегивая его, и мне они нравятся. На Золанду я заказала себе еще две пары обуви, уже кожаных в этот раз. И в этих сапогах высоких от Massimo Dutti. Кстати, кожа мягкая, приятная. Я промахнулась с размером, потому что у меня часто 37,5. И вот эта половинка доводит меня до безумия, потому что каждый второй раз мне приходится менять. Никогда не знаю от одного и того же бренда, как на меня сядет данная модель. Цвет суперкрасивый. Глубокий шоколад, темный. В жизни они еще симпатичнее, я хочу вам сказать. И мне вот здесь жмет. Я прям чувствую, что сильно впритык. Каблук, ну, для кого-то, может, и высокий. Для меня это средняя высота, и в таких я могу подольше походить. Потому что если шпилька, то все, пиши, пропала. Я на такие жертвы уже не готова. Крайне редко. Разве что куда-то на выход. Но только посмотрите, какие они роскошные. Они до колена. Но если вы выше, чем я, то вам они будут ниже. Но я думаю, что они, в принципе, задумывались как высокие. Сегодня гляну, есть ли еще 38 размер. Это то, что я хотела. Эти полусапожки от Massimo Dutti тоже из Золанды. Они тоже сейчас со скидкой. У меня под вопросом. С одной стороны, мне нравится то, что это кожа, они мягкие. Но единственное, что будут оставаться заломы. Вот этот правый уже меренный. И я вижу, что крайне быстро, конечно, все заламывается. Но я еще подумаю. Меня смущает еще один момент. С одной стороны, это красивейший цвет. Но, возможно, он не совсем будет подходить к тому, с чем я планировала их обувать. Потому что, когда у тебя что-то есть и много вещей с определенным подтоном того же коричневого или бежевого, и ботинки не вписываются, ну зачем такие ботинки? Возможно, все сойдется и все будет окей. Мне нравится каблук. Он такой устойчивый и удобный. Хотя тоненькая, невысокая шпилька. И они удобные. Острый носочек. Ну, я в раздумьях. Посмотрим. Померю еще и потом определюсь. И вот эти заломы. Да, они потом могут, конечно, не очень хорошо выглядеть. Спустя даже несколько недель регулярные носки. Вы согласны? Ой, ну они правда как чешки. Они не будут греть. И видите, даже с вот этим костюмом видно, что они слегка как бы оливковые. Хит из Алиэкспресс, который я видела у нескольких блогеров. Это не дешевый жакет. Но мне, с одной стороны, понравились детали и цвет, и я решила его приобрести. Он красивого, серого, насыщенного цвета. И в целом он сшит хорошо. Такой прикольный кармашек. И видите, на рукавах небольшая вышивка в виде треугольника. Ну там несколько стежков, но все равно смотрится оригинально. Я хочу вам сказать, что особых претензий к этому жакету у меня нет. Кроме того, что он на меня слишком оверсайз. Это жакет типа универсального размера. Но, девочки, для тех, кто повыше, кто носит S, но любит оверсайз, у кого будут пошире плечи, чем у меня. Здесь есть подплечники. И M, даже L. Я на полном серьезе. Я надеваю его с поясом и также с юбкой, с кожаной. Тогда смотрится прикольно, с грубыми ботинками. Он, правда, широкий. Сзади есть два разреза вот таких. С одной и со второй стороны. Нитки нигде не торчали, никакого запаха нет, ничего. Я могу вам его рекомендовать. Только так, как я сказала, для девчонок просто другого телосложения и другого роста, наверное. Хотя, если вы миниатюрные, любите супер оверсайз, то почему бы и нет. Я пока что не собираюсь от него избавляться, потому что мне моя Настя, кстати, подсказала, как его носить, и мне так понравилось. И вот сейчас смотрю, что с вот этим гольфом тоже хорошо и с леггинсами тоже. Гольф с люрексом, кстати, только приехал. Я без белья, поэтому, к сожалению, не могу вам показаться. Он с длинным рукавом, классный. И они сейчас есть разных цветов. Я еще, наверное, куплю себе бежевый. Я ношу его с поясом. Он кожаный, из Зары. Мне его дарила Настя. Он часто меня выручает. И, конечно, когда подчеркнута талия, все гораздо лучше. Как только снашиваю леггинсы из Зары, заказываю себе новые без примерки. У меня размер XS. Они есть в нескольких цветах. Почему меня? Потому что периодически в них то молния ломается, то еще что-то происходит. В общем, обычные леггинсы. И что тут сказать? Нормальные. Внизу замочки, поэтому их удобно снимать и надевать. Ну, у меня есть такие же светлые. И мне их хватает где-то на 2 года. Если молния тоненькая, то она ломается быстрее. А вот здесь самая обычная нормальная молния. Надеюсь, что они послужат дольше. Так. На мне еще и новый кардиган. Такого красивого, приятного розового цвета. Захотелось какой-то яркости. И взяла его себе на Алиэкспресс. У меня была возможность заказать несколько вещей. Ну, чисто для себя. Если понравится, то поделиться и с вами своим отзывом. Если у меня до сих пор будет код на скидку, то оставлю вам в инфобоксе. Но зачастую я не беру никакие вещи на обзор из Алиэкспресс. Просто я уже знала этот интернет-магазин. И я была так заочно уверена в качестве. Синий свитер я приобретала у них сама. И вот этот кардиган у меня в размере М. Мне хотелось, чтобы он был побольше, да, таким объемным. Они есть в разных расцветках. Классный трикотаж, плотненький. Пуговицы, между прочим, из хорошего пластика. По поводу этой кофточки у меня есть определенные сомнения. Потому что какая-то она слишком яркая и откровенна. Я не знаю, на что я рассчитывала, когда я ее покупала. Это H&M. Она ярко-красного цвета. С вот таким рукавом и с вырезом. Я люблю такой вырез. Но она как-то все ниже и ниже опускается. И мне хочется постоянно ее поднять наверх. Она не слишком длинная. В размере XS взяла себе. И вот думаю. Знаете, такая вещь под настроение. Хотя, если надеть ее, например, с широкими брюками на высокой посадке, с классическими, то, может, даже и окей. Не знаю. Как вы думаете? Это я вам не показывала тоже. Хотя покупала очки еще летом. Но они до сих пор представлены в постоянных коллекциях. Начнем с дома Форда. Их я когда-то чуть не купила в Борисполе. Мы летали на Новый год в Украину. И по пути обратно я уже стояла на кассе. И банк не распознал валюту и заблокировал мне карточку. Это была уже почти ночь. И я не смогла дозвониться на инфолинию. В общем, я осталась без денег и без очков. Там наскребла что-то в сумке на воду для себя и для детей. И это было интересное приключение. Потом мне сразу разблокировали карточку. Но эти очки долго были в моем виш-листе. Они действительно похожи на мои очки Селин по форме именно. С тем отличием, что вот эти гораздо легче. Они тоже есть черные. И они хоть и квадратные, большие, но все равно более деликатные. Мне очень нравится черепаховый окрас и градиент на стеклах. Я обожаю очки Том Форд. Они и удобные, и при всей моей любви к Селин все-таки Том Форд лучше сидят. Потому что Селин бывают настолько тяжелые, что они съезжают с носа. И также растягиваются их потом никак невозможно вернуть в прежнюю форму. У меня есть такая пара. У мамы все нормально, а у меня такое приключилось. Поэтому они еще больше спадают. А Том Форд они вообще беспроблемные. И вот эти две пары, да, они коричневые, но я купила их со скидкой 25%. Там была акция. При покупке трех вообще давали 30, но я подумала, что три пары это уже чересчур. Очков много не бывает. Это мой любимый аксессуар. И вот эти Том Форд теперь займут почетное место в моей коллекции очков. Это та форма, которую я ношу чаще всего. Они выглядят очень стильно, так статусно даже можно сказать. Здесь нет никаких дополнительных украшательств. Классика, но современная. Они не маленькие, имейте в виду. А еще сравнивая с Селин, у них тоже есть черепашка. Селин, они более рыжие, а вот эти, как мне кажется, универсальнее будут. Почему я купила очки от Versace? Потому что они, с одной стороны, нарядные за счет вот этого логотипа. Ну, их фирменного, да, фирменной вот этой головы. И они светленькие, светлые стекла. И знаете, что они легкие, они очень удобные. Я тогда мерила все вот эти модные очки Versace, которые носят блогеры в Инстаграме. Я думаю, что вы все уже на них насмотрелись, я тоже. И вот эти выглядели на мне лучше, потому что они шире и крупнее сами стекла. Они, при том, что светлые, неплохо защищают от солнца. И такая же форма, такая же модель есть в разных расцветках. И в темном, и в черном. И они чуточку дешевле, чем Tom Ford. Очень удачная модель. Я отыщу вам название, потому что я что-то как-то тоже на коробочке, не помню, даже не смотрела. На чехле точно ничего нет. Но я найду и оставлю вам, если не ссылки, то как минимум название. И они не съезжают с носа. Здесь широкие вот такие, как это, ручки. В общем, вы поняли. Но все равно они не тяжелые. Они лучше сидят, чем многие очки. Так что вот такое пополнение в аксессуарах. И пока что я присматриваю себе еще одну сумку, но не определилась. И очки я ношу не только летом, но осенью и зимой тоже. Кофточка, которая многим из вас понравилась. Она была на мне в видео о пустых баночках. С вот такой супер-высокой горловиной. Ее можно приспустить. Ничего удивительного в том, что она вас заинтересовала, нет. В жизни у меня тоже спрашивают, откуда она. Знакомые удивляются, что из Алиэкспресса стоило совершенно недорого. Сейчас актуальна гусиная лапка. Я взяла себе вариант черно-белого принта. Чуть другой, чтобы выделяться. Плюс вот эта контрастная полоска. Есть другие варианты цветов. Там и оранжевый, и какой-то красный был что ли. Можете посмотреть. Только знаете, что я взяла себе размер М для того, чтобы она была подлиннее. Она маломерка, видите. Рукав мне вот как раз. Но зато благодаря этому я смогу заправлять ее в брюки с высокой посадкой. Это плотный трикотаж. Хорошо носится. Кофта не хрустит. Это, конечно, вам не шерсть и не кашемир. Но она не то, чтобы прям супер-холодная. И видите, что не просвечивается. Классно сшитая. Вообще очень оригинальная. Оригинальная. Девочки, мне уже нужно выбегать. Поэтому по-быстрому скажу, что я купила где-то в начале сентября две пары абсолютно одинаковых джинсов. Это Levi's, Levi's. Многие произносят по-разному. У меня размер 25. Это ширина. И 26 длина. Это одни из лучших джинсов, которые у меня есть. Поэтому я взяла себе еще и такие. Ну что, вот она обновленная версия меня на зимний сезон. И сейчас в комментариях, наверное, многие разделят. Ну что, вот она обновленная версия меня на зимний сезон. И наверняка сейчас в комментариях кто-то напишет, зачем ты это сделала, зачем ты испортила волосы, зачем ты это затеяла. Раньше было лучше. Я не вижу никакой разницы. А кому-то понравится. Но самое главное, что я хочу вам сказать. Когда вы что-то делаете, вы делаете это для себя. И главное, чтобы нравилось вам. Даже тогда, когда кто-то говорит, тебе не идет, тебе нужно сменить цвет, а вам в кайф, вообще не заморачивайтесь. Зачем я вообще это все затеяла? Если вам интересно, могу сказать. Мне хотелось, чтобы у меня было больше светлых прядей на голове, как тогда, когда я больше времени проводила на солнце и больше выгорала. Мое окрашивание называется AirTouch. Это тонкие пряди по всей густоте волос. Но я хотела, чтобы это был естественный эффект. И я не хочу и не планирую красить полностью все волосы. Сейчас, вот когда я пришла к мастеру, кончики волос были гораздо светлее, чем корни. И корни, когда отрастают, они такие сероватые. Мне хотелось придать волосам какой-то золотистый такой оттенок. Когда мы все обсудили, и также у меня в этом году появилось чуть больше седины, чем было раньше, причем очень резко на фоне стресса. И, конечно же, я соглашусь с теми, у кого темные волосы, что седина на темных волосах сильнее видна. Да, и возможно, никто бы этого и не заметил, моих этих седых волосин. Но где-то была такая концентрация, типа там штук пять в одном месте, и тогда даже на светлом оттенке это видно. Потому что седые волосы, они все равно выделяются. Я же не белая блондинка, правильно? Ну, это такое заморочки. Человеку захотелось экспериментов, но не резких, не кардинальных изменений. Знаете, сделала, да и сделала. Ну, если вам интересно, я могу поделиться с вами своим опытом, так как я делала это впервые, и я немножко переживала. И мастеру, конечно, опять с плюсом за терпение, за объяснение. Я не специалист в теме окрашивания. Я, возможно, скажу какую-то ерунду. Я ничего не запомнила из того, что она использовала. Единственное, что во время окрашивания мне наносили олоплекс, не окрашивание, а сначала осветление. Олоплекс и окислитель, обесцвечивающее вещество то ли высокой, то ли низкой концентрации, но более щадящее, потому что я все-таки блондинка. И я держала это все где-то 40 минут, наверное, только у лица, вот прядки, да, оставили минут на 8 или 10 дольше. И потом это смыли и еще добавили краску. Сначала вот мы договорились, что это будет нейтральный оттенок, но как оказалось, что у всех разное восприятие оттенков, и получился более холодный, блонд, чем мне хотелось. То есть я прям желала добиться такого же эффекта, как на кончиках, а когда волосы у меня выгорают, они становятся золотистого цвета, но никак не холодного. Мастер говорит, это нейтральные блонды, я, знаете, уже обалдела. Она, тихо, спокойно, не расстраивайся, мы сейчас это все смоем и нанесем другую. То ли это тонирующее что-то было, ну, каждый работает и на своих материалах, и у него своя техника, поэтому я даже не спрашивала как-то. Короче, в итоге мне нравится, как все вышло и получилось именно так, как я планировала. Я еще сделала стрижку, как видите, но я предпочту ходить к своему мастеру, к которому я ездила, или к парикмахеру Томака, потому что, ну, я вот как-то привыкла к одним рукам, да, или к двум мастерам, да, и они точно знают, что мне надо, как я люблю. И то ли мы друг друга недопоняли, то ли я слишком устала за 5 часов сидения в парикмахерской. Ну, в общем, мне захотелось, чтобы мне немного подправили форму, я потом уже на второй день поехала, и мне чуть-чуть выровняли, и сделали так, как я люблю. Эта стрижка называется Long Bob Carre, вы очень часто спрашиваете, и такую длину мне очень удобно укладывать. Они достают до плечей, но не ложатся. Как только они дорастают, они начинают выгибаться как-то некрасиво, но вообще ничего с ними не могу сделать, и объема нет. И у меня немного короче сзади волосы, а спереди удлиненная челка. Ну, это не челка, просто волосы чуть длиннее. И мне, конечно, не мешало бы еще больше отстричь именно спереди, потому что спереди у меня волосы не такие густые, вот именно в области челки, да, и они больше испорчены, более сухие, наверное, да, то есть у меня не прям посеченные волосы какие-то убитые, но все же, когда я укладываю их, то больше внимания уделяю верхним прядям и тем, которые у лица. Иногда использую утюжок, но я пока что не готова стригать челку, и мне не нравится, когда спереди у меня короче. Так что буду регулярно ходить к парикмахеру и просто убирать там несколько сантиметров, и все это будет обновляться. Также я хочу вам сказать, что из-за ковида в этом году, который у меня был несколько раз, у меня как будто изменилась структура волос, я уже не говорю о том, что они выпадали, но к счастью отрастают, и на этом спасибо, но они стали суше, как-то жестче что ли, я понимаю, что сейчас я их и обеспечивала, не обеспечивала, а обесцвечивала и красила, это тоже травматично для волос, поэтому у меня к вам вопрос, чем вы пользуетесь для кончиков волос и какими восстанавливающими, увлажняющими масками, но не просто что-то для восстановления, я знаю, что это волосы не склеят, но просто чтобы они были более шелковистыми, да, и послушными, только мне нужно что-то, что не утяжеляет их, потому что у меня волос много, но они тоненькие сами по себе. Буду благодарна вам за рекомендации, и почитаю, обязательно куплю себе что-то и для кончиков, термозащита у меня есть, а мне надо вот что-то именно для восстановления от сухости. Сейчас, девочки, я еду в школу к детям, мы там встречаемся с Томаком, у них сегодня и презентация, небольшой спектакль, если будет возможность, то я поснимаю. Я делилась с вами тем, что мальчики обучаются в частной школе, это у нас не так дорого, вчера у нас были гости из Украины, и мы сравнивали цены, но вообще небо и земля, и мальчики учатся по британской программе, и у них весь год разделены такие тематические блоки, помимо основного обучения, у них есть еще что-то такое, допустим, там, тема питания, да, или сейчас они изучают человеческий организм, и когда проходит два с половиной месяца, они презентуют весь тематический блок. Во-первых, это сценка, а во-вторых, они еще и приглашают родителей в класс, где их делят на небольшие группы по два человека, и каждая мини-группа презентует как бы еще по тему вот этого тематического блока, то есть кто-то рассказывает там о том, из чего состоит человеческий организм, кто-то рассказывает о определенных органах, ну и так далее. И во время вот этих презентаций в классе они еще и показывают все свои поделки. Это может быть плакат, это какая-то совместная работа или индивидуальная, уже звонит Томак. Это очень интересно, и, конечно, мне как маме нравится наблюдать за способностями ребенка, за его развитием, за тем, как он воспринимает вообще всю тему, которая была там на протяжении двух с половиной месяцев. И из-за ковида у нас долго были локдауны, какие-то ограничения, родители не могли приходить в школу, поэтому как только сейчас приглашают родителей, все вдвоем шуруют такие, чтобы посмотреть, что и как, чтобы побывать вообще в школе, где учится их ребенок, за которую ты платишь немаленькие деньги каждый месяц. Но самое главное – это то, что для детей это чуть ли не как праздник. Все, прощаюсь с вами, потому что Томак наяривает, мне, наверное, надо уже выходить. Мне очень понравилось то, что дети все объясняют своими словами, даже какие-то сложные понятия. Это не был заученный текст из книжки или от учителя. Они говорили так, как они это воспринимают. Также многое показывали на практике, и после своих разъяснений они еще и задавали вопросы, особенно прикольно в случае детей постарше. Вот Захара, например, да, это была уже такая прям дискуссия. И еще мне нравится то, что их часто фотографируют во время занятий, снимают на видео, у них в доступе есть компьютеры. Вот Игнат тоже презентует какие-то способности и навыки, которым они научились на протяжении этих двух с половиной месяцев. У них очень много практических занятий, также дополнительной литературы. Это они презентовали предмет дополнительный к обязательной школьной программе. Также у них очень много совместно сделанных плакатов, где каждый ребенок пишет что-то от себя, важные вещи, и им объясняют, например, какие продукты помогают нам в хорошей работе нашего организма, и это также имеет значение для нашего обучения. В рамках каждого такого блока у них есть еще и готовка. Вот, например, у них было все, что связано с мозгом, частью тоже с питанием, и они готовили полезные всякие вкусняшки. У них своя кухня, а не кеттеринг, и поэтому они могут выпекать и жарить, и парить, и все что угодно в их собственной кухне. Это я уже показываю вам класс Игната. У них много внимания, уделяется также самооценке и эмоциональному состоянию ребенка. Они даже оставляют карточки, на которых указано, как они сегодня себя чувствуют. Нормально, грустно или кто-то злой. У них электронная доска, буквы, там все, что касается обучения, это все тоже присутствует. И ощущается, что ребенок является частью этой школы. Это очень здорово. На коридорах у них есть много настольных игр, настольный футбол, какие-то книги. Они сами могут записываться на дополнительную активность между уроками. Там она занимает 15 минут. Это помимо клубов по интересам, которые уже после школы, после уроков. У них есть еще и книги, пуфы, лего, самокаты, площадка, футбольная площадка. И такая школа стоит не очень дорого за то, что они предоставляют детям. Сейчас мы с вами переместились в класс Захара. И совсем скоро уже тоже соберутся дети, и учителя, и родители. И мы с детьми начнем. На каждой двери класса написаны имена детей. И вот, например, мои мальчики знают даже старшеклассников. И класс всего один на параллели, поэтому до девятого класса, по-моему, у них все друг друга знают. В каждом классе висит график на месяц, что у них там будет по программе. И каждый ребенок в начальных классах не получает оценки, а вот такие звездочки. У каждого ребенка есть свой контейнер. Ну, в общем, рассматривать можно долго. Игнат снова провел мне небольшую экскурсию по этажам. Мы были в театральном зале, в столовой. Там как раз дети ели полдник. Мы им постарались не мешать. Самые красивые работы, какие-то там сочинения, также выставляют на доску почета. ПОДПИСМЕНТЫ Запрошены на обестрение мини-спектаклу класса 3, который будет о музею. Спектакль есть inspirowany нашим топиком и книжком сен-Алицией. Заведутся тут Państwo, как дела в музею, что в нем находится и какие эксперименты можно в нем проведать. Приготовили для Państва три сценки, сделаны через три группы, а лекарства меню в музею. Запрошены до oglądания. ПОДПИСМЕНТЫ 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 После школы я заехала в мой любимый цветочный магазин забрать ветки, которые я заказывала. Это ель Nubiles, если я правильно это произношу, даже на польском, потому что я не разбираюсь в растениях. В общем, это такая немножко голубая ель, которая долго стоит, и она не осыпается. Я планирую сделать букет не такой же, как в прошлом году, но наподобие. То есть уже на следующей неделе я займусь небольшим зимним украшательством. Ну а там рядом была Пепко, и я не вышла без покупок. Я немного поснимала там для вас, но сейчас сразу покажу вам свои покупки. Вот эти шарики я купила для своей Насти, они прозрачные, с веточками. И вы не поверите, но у меня есть очень похожие. Я их купила в магазине Nanu Nano на осенней распродаже. Они были в осенней коллекции. Но если вам вдруг они нравились, или вы ищете что-то оригинальное, то можете тоже зайти в Пепко. Там они вот только появились, и вижу, что многие их берут. Вот такие коричневые шары, бронзово-золотистые даже. Я купила для веночков в этом году. Мы будем делать их втроем, а возможно даже вчетвером, с Настей и с моей Лилькой. В этом году решила взять подвески на подарки, потому что очень часто, когда я запаковываю, я потом могу и забыть, где еще и подарок. И чтобы не путаться, просто каждый из них подпишем и прицепим на сам подарок. Это батарейки, ничего интересного. Батареек много не бывает, мы их используем постоянно. И в любом случае пригодятся. Зачем я купила какие-то рождественские или новогодние свитерки детям? Дело в том, что у них в школе есть день Святого Патрика, например, и день праздничного свитерка. И тогда вместо формы они могут надеть на день Патрика, например, зеленый, вообще любой элемент одежды. Или же вот рождественский. Я знаю, что он точно нам нужен будет. И Игнату взяла вот такой. Уже многих размеров нет, поэтому мне пришлось выбирать из того, что было. Стоит он 30 злотых. Ну, вот видите, цены в евро тоже. И для Захарчика был всего лишь один вот такой с крутым Дедом Морозом. Правда, черный. Но вообще, я вам говорю, ни одного другого не было. Так что, чтобы потом не запариваться, пусть уж будет такой. И дети потом еще и в повседневной жизни их надевают. И на какой-то день праздников Игнату взяла еще хлопковую кофточку такую. Она с небольшой байкой. Тоже недорогая. И они с удовольствием потом это все носят еще до января. И по факту пока не вырастут из этого. Еще несколько новогодних штучек. Заметила, что вот такие елочные игрушки у нас сейчас, наверное, модны. Потому что они есть в нескольких магазинах. Даже в Росмане нечто похожее. Они сделаны из соломы, очень легкие. Их можно вешать не только на саму елку, собственно. Но еще и, например, клеить на венки рождественские. Или же, если у вас просто веточки вместо живой елки, то вешаешь, а потом ничего не будет разбиваться и падать. Очень прикольно. Сколько здесь штук? По три вот в каждом ряду или по две. Ну, в любом случае, очень даже приятная цена. И взяла вот такие поменьше. У нас есть небольшая елка с прошлого года, искусственная. Я сначала достану ее и, возможно, тоже повешу эти. Если нет, то я точно найду им применение. Вы знаете, что у меня тут украшение дома, декорирование. Это целый процесс. Вот такая свеча у меня была года два тому назад, наверное. Она очень прикольная. Они есть в нескольких расцветках. И вот когда зажигаешь ее, я говорю вам это каждый раз, сквозь вот эти вот даже не дырочки, а не окрашенные отверстия, выходит свет. И так атмосферно, очень уютно. Также взяла вот такую свечу. Кстати, раньше подобного рода свечки стоили дорого. Там 60-80 злотых. А сейчас огроменная. Кстати, она очень вкусно пахнет новогодними праздниками. И стоила она 25 злотых. Вот тоже цены в других валютах. И маленькая 20. Еще есть золотая, серебристая. Но в пепку, в котором я была, не была серебристой. Взяла мох. Он мне тоже пригодится для декорирования. Он был светлый и темный. Написано, что натуральный. Вот такую елочку взяла еще в пепку. Я думаю, что, наверное, я подарю ее Насте в таком наборчике. Мы в этом году, наверное, еще и вместе будем украшать елку. Я ей приложу, как в прошлом ее распечатывали. Очень прикольная. Такая память остается. А это я купила вазоны в цветочном магазине. Он называется Маргарита и находится в деревне Лишки. И я подумала, что очень красиво это все будет выглядеть, если я буду использовать вазончики не просто как что-то для цветов, емкость, да, а вставлю сюда свечи, зажгу. И взяла две. Они там были разных размеров. Мне очень нравятся. Они, правда, дорогие. По 48 злотых. Но оригинальные. И таких я нигде не встречала. И в том же магазине еще взяла елку небольшую. Она хорошо впишется в декор с моими вот этими домиками керамическими белыми. Когда я их покупала, их еще никогда не было. Никогда. Нигде не было. А сейчас они буквально везде. Так что я успела задать тренд. И еще взяла вот такую дорожку. Они очень часто пачкаются на празднике, поэтому даже стирать некоторые невозможно. Ну и после нескольких стирок выглядят так себе. Дорожек у меня много не бывает. Вот такая с серебристыми ниточками. И на столе не занимает много места, но при этом выглядит эффектно. Я зашла в ЦЦЦ, мне нужно было купить кое-что Захару, но там ботинки зимние. И увидела тапочки. Они есть разных цветов. И у меня были похожие модели. И те и другие, только уг. Я заказывала их в Америке. И такие они и так доживали свое. А юки помогла им уйти в мир иной. А вот такая модель, только из натуральной овчины. Вот они. Выглядят ужасно. Не буду вам вблизи показывать, но реально они как бы повытирались. И мне самой уже неприятно. Хотя из овчины это самый лучший вариант. Но так как у нас вскоре будут гости, они всегда просят тапочки. Даже моя Настя приезжает и говорит, Оля, у тебя есть тапки. Поэтому я взяла еще вот такие. Но если найду где-то с хорошей скидкой на овчине, то куплю себе такие. Потому что они самые теплые. Я их очень сильно любила и залюбила даже, можно сказать. А Захарчику купила ботинки. Так и не нашла. Темберленды, что как-то мы не подобрали подходящую модель. У него высокий подъем. И я заказывала трижды. Короче, решила не париться. У ЦЦЦ есть линейка Лосоцкий. Вы знаете, что я покупаю их уже на протяжении нескольких лет своим детям. И сандалии, всякое разное я вам показывала. И сейчас у них есть несколько детских моделей. Точнее, знаете, что это не детская линейка, а уже как подростковая. У них там размеры с 36 и выше. Захару взяла 36. На каждый день тут гонять по грязи рядом с домом. Я куплю в докатлоне прорезиненные. А эти, чтобы ходить в школу. Они чуть утепленные такие. Или куда-то, знаете, в машину там перебежать. У нас нет сильных морозов. Вот такие. Я взяла 36 размер и уверена, что они подойдут. Даже издалека чем-то напоминают Тимберленды. А сейчас у нас с вами будет виртуальная прогулка в Пепко. Покажу вам все новогоднее, что я видела. Сейчас мы с вами находимся в одном из моих самых любимых недорогих магазинов. Там, конечно, не прям все супер по качеству. Но я всегда нахожу что-то интересное. И в этом году у них классная рождественская коллекция. И я вот заметила, что последние несколько лет она все расширяется и расширяется. И начнем мы с вами со всяких штучек для дома. В этом году снова появился стенд с гаджетами для выпечки. Они все такие красивые, новогодние. И слушайте, был такой ажиотаж. Мне пришлось постоять в очереди. Очень много всего для выпечки пряников, каких-то маффинов. И мои дети подрастают, но они все равно каждый год требуют, чтобы мы вместе с ними это делали. И это уже как такая наша семейная традиция. Тома к мне говорил, что раньше у них не было доступа к такому изобилию. И все это стоило гораздо дороже, поэтому люди так сильно не украшали свои дома, не привязывались к каким-то тематическим украшениям. А сейчас вот мы находимся с вами в магазине, в котором все стоит в пределах 5 долларов, ну, наверное, до 10. Если это что-то большое или это сделано из какого-то более дорогого материала, элементы мрамора, например, или что-то такое, ну, действительно, можно раз в 10 лет накупить всего и пользоваться этим годами. А не так, как я, менять каждый год или что-то добавлять. Но тут каждому свое. Много всего красивого, что можно поставить в качестве декора или что-то красивое подать для того, чтобы самому создать себе это рождественское и новогоднее настроение. Помните, что мы сами создаем себе праздник, даже когда на душе тоска. Я уже очень жду этого момента, когда я начну украшать дом как-то так более позитивно, потому что сейчас рано темнеет, и погода такая унылая за окном. А когда вокруг какие-то огоньки, появляется белый, красный цвет, ты знаешь, что праздник это как маленькое чудо, куча каких-то надежд на Новый год, и хочется себя и близких порадовать. Каждый год здесь появляются какие-то новинки, но и то, что и так пользуются спросом. Можно купить все, начиная с новогодних украшений и заканчивая какими-то маленькими деталями для домашних поделок. Мне нравится покупать что-то не в одном магазине, но я всегда все тщательно рассматриваю и уже приблизительно прикидываю, что мне хочется сделать в этом году или чего мне не хватает. Также я заметила, что в этой коллекции Пепко еще больше каких-то вещей, которые можно было бы подарить. Здесь дарят подарки на Рождество, а не на Новый год, и действительно за небольшую цену можно приобрести что-то очень прикольное. Я правда сдерживала себя, чтобы не вынести все Пепко, но я понимала, что у меня уже что-то есть, и поэтому нужно себе отказать. Но вещей очень много красивых, и наверное я все-таки вернусь еще и за чашками. Вот это покорило мое сердце, и много есть, знаете, таких больших, когда можно заварить себе ведро чая и наслаждаться им довольно долго. И некоторые подарки уже сразу запакованы, поэтому не придется заморачиваться. Я надеюсь, что в этом влоге вам со мной было интересно. На этом мы с вами прощаемся, но ненадолго. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.